Пролетарии всех стран, соединяйтесь! С именем Перуна приветствуем вас, друзья, на нашем канале. Продолжаем исследовать дивный новый мир, вот этого Хогвартса, этого волшебства, которого нас окружает, так сказать. И сегодня мы продолжаем вторую главку, вторую часть зачитаем, чтобы не отрываться. У нас будет глава 20, функции формы кредита, потому что мы уже изучили капитал, что это такое, надо теперь закрепить это все дело. Первая главка будет роль кредита в капиталистическом производстве, вторая – необходимость кредита, третья – коммерческий кредит, четвертая – банкирский кредит, пятая – суда денег и суда капитала, шестой – внебанковский денежно-капитальный кредит и седьмой – внекапиталистические виды кредита. Первая главка. Мы определили сущность кредита, теперь нам необходимо выяснить роль кредита в капиталистическом производстве. По Марксу роль кредита при капитализме сводится к следующим основным моментам. Первое. В первой главе вспоминаем, в главе первой части. В первой части мы указывали, каким образом на основе закона стоимости происходит перераспределение трудовых затрат в обществе. В отраслях производства, где прилив капитала был недостаточным, цены товаров и норма прибыли высоки. Обратное положение в отраслях производства чрезмерно насыщенных капиталами. Перелив капиталов из одних отраслей в другие происходит стихийно и приводит к уравнению нормы прибыли. Кредит обслуживает это уравнение нормы прибыли. Перераспределение капиталов на основе закона стоимости в развитом капиталистическом обществе происходит через банки и денежный рынок. Тем самым кредит обслуживает уравнение нормы прибыли или свежение этого уравнения. На чем покоится все капиталистическое производство. Это капитал Маркса, том 3, отдел 5. Когда вы первый том прочитали, второй тоже прошли, когда к третьему уже подходите, вот это начинает у вас уже понимание происходить. Я поэтому вообще, когда я принимался считать капитал Маркса, мне тяжело было, нифига не понимал. Я его просто отложил в сторону. И когда уже начал через красную профессуру изучать капитал Маркса, все становится на свои места. Тебе что надо? Тебе нужно из различных деталей сложить общую картину. И вот общая картина капитала Маркса, это картина о капитале, о капитализме. И ведь название, идея всегда выносится в название, он поэтому и называется капитал. А мы в прошлом ролике, наверное самый важный ролик, вообще на всем нашем канале, это предведущий, мы полностью установили, что такое капитал. Что это не вещь, но общественные отношения выражены в вещах. Кредит, далее вторая. Кредит освобождает производство от границ индивидуального накопления. Это происходит прежде всего в форме образования акционерных обществ. Стейкхолдерс, капитализм. Таких капиталистических ассоциаций, которые учреждаются путем выпуска акций. Юридические акции есть свидетельство на владение частью капитала данной ассоциацией. Ассоциация это естественно какое-то объединение. Но фактически акции являются формой капитала, приносящего проценты. Действительными собственниками акционерных обществ являются так называемые активные акционеры, владеющие контрольным пакетом акций. А остальные являются пассивными акционерами и по существу взаимодавцами, а не собственниками этого предприятия. Наряду с акциями эти ассоциации выпускают также и облигации. Свидетельство на получение фиксированного процента. Акционерные общества дают возможность колоссального расширения размеров производства, невозможных для отдельного капиталиста. Вместе с тем капитал получает здесь непосредственно форму общественного капитала. Капитала непосредственно ассоциированных личностей в противоположность частному капиталу, а его предприятия выступают как общественные предприятия в противоположность частным предприятиям. 3. Независимо от акционерных обществ, капиталисты имеют возможность приобретать благодаря кредиту абсолютное в пределах известной границы распоряжения над чужим капиталом и чужой собственностью, и вследствие этого над чужим трудом. Это снова МАКС. А это означает не что иное, как возможность колоссального увеличения эксплуатационных возможностей у наиболее мощных капиталистов. Последние эксплуатируют труд не только за счет принадлежащих им капиталов, но также и за счет всего общественного денежного накопления, которое притекает к ним в форме кредита. Именно благодаря кредиту осуществляется грандиозная концентрация капиталов, экспроприация мелких капиталистов и господство кучки крупнейших капиталистов почти над всем капиталом и, следовательно, над всем процессом общественного производства. Это господство крупных капиталистов наивысшего своего развития достигает в эпоху финансового капитала, особенности которого мы рассмотрим чуть-чуть подальше. Четвертое. Указанные три функции относятся к процессам капиталообразования и капиталораспределения, и происходящим в кредитной форме, но наряду с этим кредитом играет исключительно важную роль в процессе обращения товаров. А. Благодаря кредиту происходит колоссальнейшая экономия на издержках обращения. Кредит восполняет недостаток в деньгах, как в средствах обращения, который постоянно возникал бы без кредита, ибо рост производства золота для обращения не может поспевать за ростом всего капиталистического производства и обращения. При посредстве кредита деньги сберегаются таким образом, что... А. Благодаря зачету взаимных долговых требований для значительного большинства товарных сделок деньги вообще отпадают. Б. Обращение денег ускоряется благодаря высокой организации кассовой техники и банков. В. Золотые деньги замечаются их бумажными представителями, создаваемыми благодаря кредиту, например, и банкнотами. Б. Но все это означает не только сокращение издержек обращения общества и, следовательно, сокращение труда, отвлекаемого от производства на обслуживание обращения, но вместе с тем ускорение отдельных фаз обращения или метаморфозов товаров, затем метаморфоза капитала, а вместе с тем ускорение процесса производства вообще. Б. Количество находящихся в бездействии товарных и денежных фондов сводится к минимуму, и хотя этот минимум все же весьма значительен. Б. Многие буржуазные экономисты обычно рассматривают кредит как нечто весьма полезное для общества, но в то же время как нечто второстепенное, лишь содействующее производству, но отнюдь не абсолютно необходимым элемент капиталистического общества. Б. Указанные выше функции кредита показывают нам, что кредит не только полезен, в кавычках полезен, понятное дело, утрирован, но абсолютно необходим для капиталистического производства. К. Кредит как форма капиталообразования и капиталораспределения в кавычках разрешает противоречия, противоположности. А. Между тенденцией равной нормы прибыли и невозможностью перенесения капиталов из одних отраслей в другие. И. Б. Между стремлением к техническому прогрессу и концентрацией производства с одной стороны и узкими рамками индивидуального накопления вторая и третья функции с другой. Кредит как форма капиталообращения разрешает противоречия между производством и обращением или между денежным и товарным обращением. Это четвертая его функция. Но. Разрешение всех этих противоречий ЛИС расчищает дорогу для капиталистического развития. И. Следовательно, не устраняет, но наоборот усиливает основные капиталистические противоречия капитала и труда. С одной стороны, анархии производства и связанных с нею кризисов и неисчислимых бедствий для рабочего класса с другой стороны. Это мы разберем в главе двадцать четвертой. Там будет очень сильно по этому поводу сказано. Я пролистал, посмотрел, но пока еще в детали не вдавался. Сам хочу тоже всю эту вкусовщину, всю эту боль перенести. Потому что пишет порой, уже как мы убедились, очень больно товарищу. Все указанные выше функции кредит выполняют в двух основных формах. Товарного и денежного кредита. Тот товарный кредит, который оказывают друг другу капиталисты, занятый в процессе производства и обращения, называется коммерческим кредитом. Кредит же оказываемый денежными капиталистами, функционирующим, промышленными и торговыми. Капиталистам банкирским, банковым кредитом. Рассмотрим сначала коммерческий кредит. Третья главка. В предыдущей главе мы определили судный капитал как деньги, отчуждаемые на срок в качестве капитала. Не противоречит ли это фактам? Ведь мы знаем, что в качестве капитала сужаются не деньги, но также и товары. Но здесь никакого противоречия нет. Если суду дается товар как капитал, в суду дается товар как капитал, говорит Маркс, то он является лишь замаскированной формой денежной суммы. В самом деле в суду дается не только столько-то фунтов хлопка, а такое-то количество денег, существующее в форме хлопка, как стоимости последнего. Поэтому всякий сужаемый капитал, какова бы ни была его форма, и как бы не модифинировались, то есть не изменялись, его уплата не изменялась природой, его потребительской стоимости, является лишь особой формой денежного капитала. То, что это так и иначе быть не может, нетрудно понять из следующего примера. Допустим, что машиностроительный фабрикант сужает текстильному фабриканту ткацкую машину стоимостью в 1000 рублей с погашением стоимости в течение 5 лет. Текстильный фабрикант получил, правда, не деньги, а машину. Но машиностроителя интересуют только деньги. А мануфактурист именно деньгами погашает проданную в кредит машину. Дело нисколько не изменилось бы в том случае, если бы мануфактурист получил 1000 в кредит у денежного капиталиста и на эти деньги купил бы машину. Отсрочивая на 5 лет платеж 1000 рублей, машиностроитель тем самым сужает мануфактуристу эту 1000 рублей. Таким образом, эта сделка представляет собой одновременно как продажу товара, так и суду денег как капитала, поскольку плата денег отсрочена и поскольку машина действительно будет использована в производстве как капитал. Но если машиностроитель всем будет сужать своей машины на долгие сроки, то очевидно, что он вскоре же сам останется без капитала и не сможет продолжать свое производство. Только в том случае, если производство капиталиста в силу каких-либо обстоятельств высвобождается капитал, он может его судить. Но фактически коммерческий кредит оказывается не только тогда, когда есть свободный капитал, но большей частью сужается капитал, необходимый для самого промышленника или торговца. Каким же образом можно сужать товар как капитал и в то же время сохранять неизменную величину функционирующего капитала? Это оказывается возможным, потому что капиталисты друг друга сужают товарами. Допустим, что капиталист А продает капиталисту В товар стоимостью 1000 рублей. Кредит на 2 месяца. В свою очередь капиталист В продает свой товар капиталисту С на тот же срок и той же стоимости. И наконец капиталист С продает имеющийся у него товар капиталисту А на ту же сумму и на тот же срок. Мы имеем здесь круг А, В, С, А, А, В, С, А, А, В, С, А. Результат современных сделок сводится к следующим. В должен А 1000 рублей, С должен В 1000 рублей, А должен С 1000 рублей. Каждый капиталист такую же сумму должен уплатить за товары, какую сам имеет получить с другого капиталиста. Следовательно, здесь каждый капиталист одной рукой сужает, а другой занимает. Судил В товаров на 1000 рублей. И сам в свою очередь получил у С товаров кредит на 1000 рублей. Также обстоит дело у В и С. Следовательно, величина имевшихся у А, В, С капиталов при этой форме коммерческого кредита не изменилась. И в то же время, без посредства наличных денег, произошла реализация товаров на 3000 рублей. Однако, это происходит таким образом, что В выдает вексель обязательство уплатить известную денежную сумму. А на 1000 рублей. С выдает вексель В на 1000 рублей. И А дает вексель С на те же 1000 рублей. В результате А и В и С на такую же сумму выдали векселей, на какую получили. Так как векселя выданные, как обстоятельство, фигурируют в пассиве баланса. А векселя, полученные в активе, то на балансе каждого предприятия эти 1000 рублей будут фигурировать дважды. Баланс А. Актив. Векселя полученные на 1000 рублей. Пассив. Векселя выданные. Снова 1000 рублей. Но этот коммерческий оборот может принять и иной вид. Продав товар, кредит и получив вексель от В, купец А при покупке товара у С, вместо выдачи собственного векселя последнему. Делает на векселе В переуступочную надпись и платит этим векселем за товар С. Ну, понятное дело, ребята, что когда А, В, С я говорю, это я на русский перевожу. На английском это ABC. Ну, мне так удобнее, мне приятнее. Суть дела-то не меняет, это всего лишь буквы. Наконец, С, покупая товар у В, уплачивая В его собственным векселем, который последним уничтожается. Разница между первой формой коммерческого оборота и второй, как мы видим, только в том, что в первом случае у нас фигурировало три векселя, а теперь один. И тот же вексель переходил из рук в руки. Тем самым, долговой документ превратился в средство обращения, созданное в процессе коммерческого кредита. Такие средства обращения, как мы уже знаем из первой части, называются частными кредитными деньгами. Мы видели, что здесь суда товара, как капитал, не являлась самоцелью. Ибо та сумма, которая сужалась, немедленно же получалась из суду от другого лица. Целью наших капиталистов была реализация товара, превращение Т в Д, товара в деньги. Процесс обращения, в нашем примере, совершился без участия действительных денег, но исключительно благодаря кредиту, созданным последним кредитным деньгам. Итак, говорит Маркс, то, что здесь сужается, отнюдь не является незанятым капиталом. Это капитал, который в руках своего владельца должен изменить свою форму и прежде всего превратиться в деньги. Итак, это метаморфоз товара, совершающийся в данном случае при посредстве кредита. Объем коммерческого кредита в особенности величина взаимного зачета долговых обязательств, как это имело место в нашем примере, определяет собой кредитный баланс денежного обращения, о котором была речь в пятой главе в первой части. Обычно благодаря коммерческому кредиту и частным кредитным деньгам значительно сокращается количество необходимых для обращения действительных денег или их общественных заместителей, банкноты бумажных денег. Таким образом, коммерческий кредит есть прежде всего форма обращения товаров или товарных капиталов. Этим кредитом обслуживается 1. Поскольку дело идет о промышленных капиталистах, переход промышленного капитала из одной фазы в другую, связь между взаимно соприкасающимся и вторгающимся одна в другую сферами производства. 2. Поскольку дело идет о купцах, транспорт и переход товаров из одних рук в другие, вплоть до их окончательной продажи за деньги или обмена на другие товары. Это Макс. Но коммерческий кредит может также быть и формой односторонней суды товаров как капитал. В нашем примере это означало бы, что на данные 2 месяца А не нуждается в 1000 рублей, поэтому полученный от веб-вексель он оставляет в своем портфеле и получает проценты на суженный капитал. Так как никогда не бывает точного совпадения между взаимами и судами по суммам и срокам, как это предполагалось в нашем примере, то фактически всегда имеет место наряду с двухсторонним и односторонним товарное кредитование. И следовательно, одни капиталисты являются заемщиками, а другие – взаимодавцами. В этом случае коммерческий кредит уже является не только формой реализации товаров, но также и формой суды дополнительного капитала. Но специфической чертой коммерческого кредита является взаимное кредитование, при котором суда является не самоцелью, но только средством реализации товаров или формой товарного обращения. Четвертая главка. В отличие от коммерческого кредита, банкирский кредит есть всегда по форме денежный кредит. Но кредит в денежной форме не исчерпывается одним банкирским кредитом, то есть судами частных банкиров или акционерных банков. Эти денежные суды могут быть получены либо непосредственно от денежных кредиторов, либо через посредничество банков. Так, например, крупные капиталистические предприятия могут непосредственно получать в суду деньги путем, например, выпуска облигаций. Поскольку, с одной стороны, банковский кредит является основной формой денежного кредита, а с другой стороны, банки играют первостепенную роль в денежном капиталистической экономике. Нам необходимо подробно рассмотреть именно эту форму денежного кредита. В этой главе мы рассмотрим только общие основы банковского дела. А экономический уже анализ мы переведем к 23 и 25 главах. Дело банкиров и банков заключается в торговле деньгами как капиталом, следовательно, судным капиталом. Первоначально банкиры выполняли для купцов и промышленников исключительно чисто кассовые, бухгалтерские и расчетные функции. Они брали на себя операции по уплате денег, приему их сведения баланса, введению текущих счетов, хранению денег и так далее. Кроме того, они занимались также меняльным делом, торгуя деньгами как товаром. Все эти функции Маркс называет функциями денежного торгового капитала. Но, поскольку в руках этих торговцев деньгами скапливаются огромные средства, значительная часть которых постоянно лежала без движения, торговцы деньгами стали отдавать свои деньги под проценты. Следовательно, уже стали торговать не деньгами как товаром, но деньгами как капиталом, так как торговцы деньгами превратились в торговцев судным капиталом, то есть в банкиров. Про банкиров в главе 29. Банкиры являются посредниками в кредите как коммерческом, так и денежном. А это глава 27, главка 1. Их посредничество в процессе коммерческого кредита сводится к тому, что они, с одной стороны, принимают долговые обязательства векселя от коммерсантов, а с другой стороны, на ту же сумму за вычетом процентов выдают свои долговые обязательства. Тем самым заменяют частные кредитные деньги векселя банковскими кредитными деньгами, банкнотами и чеками. С другой стороны, банки получают деньги и кредит у вкладчиков, и эти деньги сужают производительным капиталистам в качестве денежного капитала. Таким образом, банки выступают посредниками в отношении обеих основных форм кредита коммерческого и денежного. Вопреки широко распространенным в наше время буржуазным иллюзиям, банки не могут создавать капиталов. Если же они выпускают банкноты, то этим они не создают ни новых капиталов, ни даже новых денег, но заменяют один вид кредитных денег векселя другой формой кредитных денег, банкнотами. Вот где сердце капитализма. Там, где капитализм не создает капитала. Вот там вот как раз и туда и ударили. Как раз таки большевички. Все сужаемые деньги, даже в том случае, если один вид кредитных денег просто заменяется другим видом кредитных денег, рассматриваются банком как капитал. И заемщик, как всякий заем денег, платит банку проценты. Но точка зрения банкира нас не интересует. И мы должны постараться выяснить действительные функции банковского кредита в процессе общественного воспроизводства. Начнем с анализа посредничества банка в процессе коммерческого кредита. Вернемся к нашему примеру. А выставил трату. Трата это переводный вексель, то есть приказ об уплате определенной денежной суммы. Вот он А выставил трату на В и желает закупить товар у С. Но С, будучи незнакомым с положением дел А и В, откажется принять этот вексель на товар. Тогда А обратится к посредничеству банка. Посредний приняв от А обязательство В, за которое в случае неплатежа В, отвечает так же, как А. Выдает взамен этого свое собственное денежное обязательство. В той или иной форме, которая, если банк солидный, С согласится принять в уплату за товар. Когда же, как это было в нашем примере, круг замкнется, то кажется, что УВ будет на 1000 рублей обязательств банка. И на те же 1000 рублей обязательств банку. Денежным обязательствам банка он погасит свои обязательства банка. Камрады, вам, наверное, совершенно ясно, что банк здесь был посредником и только посредником. Банк лишь заменил одно денежное обязательство другим. И этим смог замкнуть круг кредитного коммерческого оборота между А, В и С. Хотя при поверхностном взгляде кажется, что банк сужает деньги. Сужая деньги, всегда сужает заемщику дополнительный денежный капитал. Но в данном случае это абсолютно неверно. Ни А, ни В, ни С не получили ни на 1 рубль нового капитала. О как! Понимаете, в чем мощь банкового посредничества? Пятая главка, пятая часть. Следовательно, если даже заемщиком являются функционирующие капиталисты, то в этом случае нельзя утверждать, что всякое судо денег является судой дополнительного капитала для заемщика или авансом капитала. Ибо в нашем примере капитал заемщика вовсе не увеличился от этой суды. В нашем примере, благодаря суде, произошло только изменение формы капитала заемщика. А именно, превращение из товарной формы в денежную. Следовательно, мы можем сказать, что здесь имело место по существу суда денег на средства обращения. Но не суда нового капитала. Тот вид банковского кредита, который банк выступает, когда банк выступает только как посредник в процессе коммерческого кредита, заменяя одни денежные обязательства другими, мы будем называть судно денежным кредитом или, для краткости, денежным кредитом. Это в узком смысле слова. В отличие от этого, тот вид банковского кредита, когда банк выдает свои собственные или чужие деньги заемщикам, и этими судами увеличивает функционирующий капитал последнего, мы будем называть судно капитальным кредитом или, для краткости, капитальным кредитом. В связи с этим, спрос заемщиков на судный капитал может быть либо спросом на деньги, как всеобщий товар, как платежное средство, сокровища и мировые деньги, либо на деньги, как форму авансирования, деньги, как покупательское средство капитала. Как раз в период кризиса спрос на судный капитал есть спрос на деньги, всеобщий эквивалент, но не спрос на капитал, ибо эти деньги не превращаются в действительный капитал, производительный или торговый. Шестая главка, шестая часть. Денежно-капитальный кредит, как мы отмечали, не обязательно должен проходить через банковское посредничество. Сплошь и рядом фабриканты непосредственно получают денежные авансы от своих покупателей и, следовательно, последние выступают как денежные капиталисты-заимодавцы. С другой стороны, иногда промышленные предприятия, как, например, строительные общества в Англии, сами принимают денежные вклады и, таким образом, получают в суду денежные капиталы помимо банков. Но самой главной формой вне банковского денежного капитального кредита является упомянутая ранее выше форма акционерно-облигационного кредита. Выпуская акции и облигации, промышленные общества берут непосредственно денежные капиталы у взаимодавцев-кредиторов. Но все же центральную роль в сфере денежного капитального кредита играли и играют банки и даже выпуск акций и облигаций большей частью также не обходится без посредничества банков. Седьмая главка, седьмая часть. До сих пор у нас все время шла речь о взаимоотношениях между функционирующими, то есть это функционирующие, кто это, промышленные и торговые капиталисты-заемщики, и денежными капиталистами-заимодавцами. Но в предыдущей главе, в предыдущей чей-да мы говорили уже, что кредитные отношения этим не исчерпываются. Заемщиком может быть и не капиталист, который, однако, должен платить процент за суду, так же, как и капиталист, ибо если даже деньги и не превращаются в капитал, то в суду они во всех случаях отдаются как капитал. Такими заемщиками являются государства, органы местного самоуправления, мелкие самостоятельные товаропроизводители и, наконец, рабочие, мелкая буржуазия, землевладельцы, как потребители, потребительский кредит. Кредитные отношения, которые в этих случаях возникают, являются производными от основанного капиталистического кредитного отношения и закономерностям этого последнего они подчиняются. Но поскольку эти виды кредита играют общественную роль в общественной жизни, мы не можем ограничиваться анализом только чисто капиталистических кредитных отношений, но должны охватить всю кредитную систему в целом. Поэтому, хотя в центре нашего внимания остаются чисто капиталистические кредитные отношения, но производные от них отношения мы также будем рассматривать как в следующей главе в связи с анализом денежного рынка, так и в специальной главе, где каждый из этих видов кредита будет рассмотрен в отдельности. Это будет глава 27. Итак, литература, как я уже говорил, в основном это капитал Маркса, третий том, отдел пятый. Трафтенберг, современный кредит, Выгодские очерки по теории кредита Маркса, Брегель, форма и функции кредита в журнале Вестник Коммунистической Академии и Лейкин, теория кредита Маркса. Тоже журнал Вестник Коммунистической Академии. Вот так журналы собирали, в журналах общались. Все, на этом мы заканчиваем, ребята. Перерыв. Всем домой, всем пока, как говорится. Домашнее задание никакого сегодня нет. Вопросы я вам тут задавать не буду, потому что, ну, можно, конечно, охарактеризовать функции банка и все в этом духе, но, я думаю, вы и так все поняли. Благодарю всех за внимание. Сила пролетарской правде.